Они были наркоманами, а стали врачами. И теперь помогают другим зависимым увидеть свет в конце тоннеля. Он мечтал быть дипломатом, а стал наркоманом. Попробовал разок. Этот раз превратился в шесть лет. Страха, ужаса. Сначала был кайф, эйфория. Потом это переросло в медленное умирание, а в окончательном результате, значит, в реальную смерть на три дня. Трое суток Владимира не могли привести в чувство. А когда очнулся... Увидел просто очень серое лицо матери со слезами. И тогда он заставил себя отказаться от наркотика. Теперь помогает в этом другим. Владимир учится, хочет стать клиническим психологом и работает в центре для наркозависимых. Психолог или психотерапевт, неважно, кто он есть, или священник, будь он священником, он должен видеть хорошее в человеке. И вот то хорошее, которое забито черным негативом, он должен, собственно говоря, вытаскивать на свет. Сергей просидел на игле 12 лет, а теперь дипломированный психолог. Как и Владимир, Сергей скрывает свое лицо. Появились новые знакомые, есть люди, которые даже не догадываются. Ну и вообще просто самому лично очень неприятно про это вспоминать. Ну и тем более говорить, что вот я был такой. Но в центре о том, что Сергей был наркозависимым, знают все. Для пациентов он больше, чем просто врач. Есть к чему стремиться, по крайней мере. Хотя просто вот такой же наркоман был. Да, Серега молодец. По-другому не сказать. Здесь нет ни одного нарколога. Зависимых лечат по авторской методике директора центра, психотерапевта Виталия Василенко. Его главное оружие – так называемая эмоционально-стрессовая терапия. Сеансы, которые вкладывают в подсознание стойкую и очень длительную доминанту. То, что мы называем психоэнергетический блок. Наркотик не спасения от боли, а постоянная боль. Это уже сидит. То, что делает Василенко, не укладывается в обычные психотерапевтические рамки. Но, как правило, после таких сеансов о наркотике забывают. Сильнее, больше и больше, больше, сильнее, сильнее. Многие врачи пытались повторить то, что делает Василенко. Но, к удивлению самого Виталия Ивановича, удалось это именно бывшим наркозависимым. Восемь человек врачей, дипломированных, россияне, Украина, даже из Словакии был врач. Пробовали тут по полмесяца, по месяцу. Ну, не тянут, не выходят. А у этих – да. Он еще не волшебник, но учится. Владимир идет в палату к одному из своих подопечных. Сюда Геннадий поступил в критическом состоянии. Постепенно начинал умирать. Умирать и гонить изнутри. Прошел месяц, и теперь наркоман с 20-летним стажем готовится к выписке. Я ему дал все то, что я сам знаю. То, что я переживал, то, что я переживаю до сих пор. Каждый вечер в этом зале собираются все пациенты. Происходит так называемый групповой сеанс. Сразу скажу, зрелище не для слабонервных. Весь ужас наркомании станет явью. И сегодня этот сеанс проведут те, кто когда-то и сам сидел в этих креслах. Свет гаснет, пациенты в масках и слушают голоса Владимира и Сергея. Музыка становится громче, слова жестче. Больные впадают в транс. Перед глазами всплывают кошмары наркоманского прошлого. Боли страдания. Через это нужно пройти, чтобы больше никогда не взять в руки шприц и иголку. Они уже выяснены, они уже выяснены. Роман Дочкала, Василий Миновщиков. Подробности – телеканал «Интер» из Запорожья. Подробности – телеканал «Интер» из Запорожья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...